Девушки отдыхают Данила и Никита Васильевы Сегодня мы узнаем, в каком лагере отдыхают самые талантливые ребята Кому и зачем ставят памятники в столицу Чувашии А еще поговорим о военной селе России и устроим супергонки Как быстро летит время? Совсем скоро начнется новый учебный год Осталось всего несколько недель, чтобы насладиться свободой, солнышком, деревней или лагерной жизнью А помнишь нашу любимую кричалку? Конечно! Мы отрядная душа, с нами смена хороша Мы сильные и смелые, на солнце загорелые Мы уже давно вернулись из лагеря Но все равно скучаем по дискотекам, праздникам, друзьям И, пользуясь служебным положением, передаем привет лагерю Бригантина Четвертому экипажу И нашим самым классным вожатам Лизе, Клаве и Юре Вот так торжественно и дружно встречают гостей в лагере звездных Ребят и вожатых из других и кирей Чувашии С минуты на минуту здесь начнется Республиканский фестиваль летнего детского творчества Этот фестиваль собирает самых ярких, активных, креативных ребят со всей Чувашской республики Со всех лагерей Чувашской республики Для того, чтобы поделиться новыми эмоциями, своими танцами, своими яркими талантами В конкурсе участвуют 8 команд В них ребята старших отрядов Лагеря соревнуются по трём направлениям Фотографии, рисунок, танцы С некоторыми командами работал хореограф А другие ставили номер самостоятельно Тема танца в профессии Мы изображаем космонавтов И это как бы Наша ракета С нами делали? Да Это вот как бы огонь наш И мы взлетаем вверх и никогда не падаем вниз На танцполе строители, повара, учителя и даже кондуктор, который поймал зайца Особое внимание болельщиков приковано к родной команде Ребята из «Звёздного» решили показать зрителям не просто танец, а целый фильм Наша команда называется «Чарли Чаплин» Он внёс новое в историю кименатографа И поэтому мы решили то, что мы хотим тоже изменить реальность, прийти в что-то новое После танца визитки начались тортины Под музыку самых разных стилей Участники команды должны были быстро придумать подходящее движение И дружно показать его Заряд хорошего настроения получили и болельщики, и участники Но особенно радовались победители конкурса Итак, самые талантливые ребята отдыхают в лагере «Бригантина» Так держать Даша Герасимова, Мария Щёклева, Олег Якимов, Акел Бупсер Смотри, что я нашёл в кладовке у дедушки Да это же памятник Чапаеву Почему он пылится в кладовке? Его надо поставить на самое видное место Ведь Василий Чапаев участник Первой мировой и гражданской войны Гордость Чуваши Вы должны помнить о нашем земляке Именно от слова «память» происходит слово «памятник» А знаете ли вы, ребята, что памятники бывают разные? Это бюст, то есть скультура по грудь А ещё есть статуи, скульптурные группы, плиты с лельефом, колонны, обелиски и даже триумфальные арки Давайте вместе с нашими корреспондентами посмотрим на новые памятники столицы И определим, к какому виду они относятся Привет! Привет! Красиво получается! А я этот памятник и не замечала раньше Просто его недавно установили Это почётный гражданин нашей республики, основатель этнопедагогики, учёный Геннадий Волков Можно сказать, что он изучал, как воспитывают детей люди разных национальностей Я смотрю, у тебя и другие рисунки есть? Да, вот этот мне очень нравится Фигура дворника с метлой Ух ты! Он что, тоже в Чебоксарах? Да, на проспекте трактора строителей А вот и наша добрая тётушка И она и её кот радуют жителей своим позитивом Вот интересно, а кому посвящён этот памятник? Здесь олицетворено собирательный образ тех людей, которые создают положительные эмоции, настрой людей Точно, например, скажем так, каждый день с утра люди, выходя в подъезд, увидев чистоту, у них есть и настроение поднимается Не так давно появился памятник и у здания в НИИР Это Никола Тесла, известный физик, изобретатель в области радио и электротехники На свою жизнь Тесла придумал около 300 изобретений Например, механизм для передачи радиоволн И этот памятник я знаю Это один из первых директоров завода «Чевашкабель» Алексей Васильевич Кук У меня на этом заводе мама работает Этот памятник для заводчёнок, конечно, очень много значит Именно в этот период развивалось производство Осваивали новые виды продукции Быстрыми темпами работали все цеха, все производства Строили в то время жилые дома, три садика Построили клуб на заводе, столовую, библиотеку, спортзал, музей завода Я просто хочу сказать, память о Алексею Васильевиче Куклеве всегда сохранится в наших сердцах А про этот памятник я расскажу сама Он появился в Чебоксарах 8 июля, день семьи, любви и верности Это православные святые Покровители влюблённых Пётр и Февроня Муромские Князь и княгиня, которые любили друг друга всю жизнь И даже умерли в один день Люди молятся этим святым о счастье и мире в семье А знаю это, потому что принимал участие в церемонии открытия Этого замечательного памятника Если будут рядом сестрёнка с братом Памятники украшают наш город И делают его непохожим на другие В каждом городе есть свои особенные памятники Например, героям фильмов, разным предметам или даже еде А какие новые памятники вы бы хотели видеть в нашем городе? А знаете, что в Чебоксарах ещё новенького? Туристический драй-лейбус Послушать интересную экскурсию и посетить многие достопримечательности города Можно всего за 150 рублей 25-я стрелковая дивизия в составе трёх человек Рада приветствовать ваш экскурсионный троллейбус Притяжённость туристического маршрута почти 13 километров А время в пути 50 минут Вот какой подарок сделала администрация Чебоксарка И это только начало Нас ждут незабываемые дни Оказывается, 21 августа будут веселиться не только чебоксарцы, но и все лётчики страны Они будут праздновать День Воздушного Флота за Россией Кстати, у военных вообще много праздников Так же, как и войск Подробности у Влада Иванова Пойдём в себя и мы по дворе притраем Успею ещё Сначала тренировки Хочу стать сильным и смелым Хочу, чтобы меня в ванную взяли Десантникам Помоги мне лучше подняться Вот вырасту, пойду в армию И стану настоящим десантником Как мой дед Буду служить в ВДВ В воздушно-десантных войсках Все десантники пройдут с парашютом Могут где угодно приземлиться Даже в тылу врага А ещё у меня дядя-десантник Обожаю его форму Особенно голубой берет Десантников так и называют Голубые береты Вот интересно Неужели дяде Сергею Мне было страшно прыгать с парашютом? Первый раз было очень страшно прыгать Первый прыжок был с самолёта АМ-2 С 800 метров На следующий день мы прыгнули ещё Это было уже с боевой экипировкой С автоматом С РД И была высота 600 метров Очень доволен, что попал в эти войска Я с детства хотел пойти служить в ВДВ Много хороших моментов заполнилось Стрельба с автомата Метание ручных гранат Самое запоминающее Это было участие в Москве На параде Красная площадь 2012 году на 9 мая У десантников, как и у других солдат Есть свои традиции и праздники День ВДВ отмечают 2 августа Присоединяйся, я тут танковую баталью устроил Мне тут как раз одного танкиста не хватает Танковые войска тоже престижные Танкисты защищают всех, кто передвигается по суше Танк — это бронированная боевая машина Только на гусеничном ходу Весит танк 45 тонн И может развить скорость более 60 км в час Давайте узнаем, кто же способен управлять этой громадиной Танкисты берут ребят крепких здоровьем Которые не боятся техники Умеют управляться с ней Которые ответственные Некоторые люди считают, что танкисты Они все маленького роста Чтобы помещались в технике Это, конечно, уже удобно Но иногда попадаются ребята, которые умелые И их берут в танкисты Вот у нас был механик, который был ростом 1,92 метра Но он был одним из лучших механиков У танкистов тоже есть особенный головной убор Его называют шлемофон Вот он тяжелый, но очень удобный Спасает голову от ударов Предохраняет слух танкиста Так как внутри танка машина очень шумна А это вот средство связи Чтобы можно было связаться со своими ребятами С экипажем, а также с командиром Свой праздник танкисты Отмечают каждое второе воскресенье сентября В этом году это 11-е число Знакомьтесь, мой друг Кирилл Он мечтает стать пограничником Каждый день территорию детского городка охраняет Ему бы еще собаку Ведь пограничнику с другом легче на посту стоять Если в случае чего нарушитель, получается, переходит границу Собака в этих случаях ему помогает Находить нарушителей Солдаты служат в армии Один-два года Но помнят эти дни всю жизнь Каждый год 28 мая Алексей Георгиевич отмечает день пограничника Почему вы выбрали именно погранвойска? В те времена, как сейчас, таких не было Куда хочется идти служить Куда вот родина пошлет, туда и приходилось идти Это лишь часть войск, о которых я успею рассказать Еще есть мотострелковые войска Войска воздушной и космической обороны Инженерные войска Ракетная, артиллерия и многие другие Такая военная сила любому врагу даст отпор Влад Иванов, Андрей Шоклев, Акилбупсер Брат, предлагаю начать копить деньги на новый диск Хорошая идея У меня как раз есть 50 рублей Давай, клади сюда В ползунки Ну да, чем тебе не копилка На свадьбах всегда собирают деньги в такие штанишки По-моему, ползунка можно придумать более интересное применение Можно из них сделать костюм зайчика А можно защитные перчатки Или вообще подарить эти штанишки другому малышу И отправить его на первую жизнь соревнования Весь мир следит за Олимпийскими играми в Бразилии А у нас тут еще жарче Ведь в гонках ползунки на перегонке Участвуют самые юные спортсмены А как вы придумали такие смешные соревнования? Эти соревнования уже не первый год проводятся по всей России В прошлом году впервые мы провели их в Чебоксарах В детской игровой галерее «Чердак» Мы хотим, чтобы это мероприятие помогло мамочкам найти друг друга Общаться, делиться опытом, а малышам начать дружить А какими необычными способами мамы зазывают малышек в финиш? Самыми различными Кто приносит свои игрушки домашние Кто приносит свои излюбленные какие-то вещи, предметы Бывает самое лучшее – это телефон сотовый На наших соревнованиях бывает все, что угодно Однажды девочка просто встала и пошла Может быть даже впервые Однажды ребенок заполз не по дорожке, а в игровую зону Таким мы тоже даем утешительные призы Дистанция 5 метров Эта чемпионка проползла от старта до финиша всего за 11 секунд Готовиться мы начали давно, как только узнали о том, что «Чердак» проводит такое мероприятие Но, к сожалению или к счастью, мы день назад начали ходить и очень боялись, что она в итоге встанет и пойдет Нет, мы все проползли и проползли первыми На сегодня это все Увидимся, как всегда, на национальном телевидении «Чуваши» или в интернете Будем рады вашим лайкам или комментариям ВКонтакте А еще мы всегда ждем от вас новостей Рассказывайте о мероприятиях, праздниках, талантливых друзьях по телефону 64 11 11 Наши корреспонденты приедут и снимут интересный сюжет Добрых всем новостей! До свидания! АПЛОДИСМЕНТЫ